сегодня 23 сентября 2023 года мы обычно рыбу то на сливочном масле жарили просто валили отваривали тарасей а тут он попросил сделать чтобы запеченные были я начал в топку на угли потом салфан в этот как фольгу закладывал они саната минус подгорали даже на углях это другой способ придумать а тут как раз приехал брат георгий пахмутов и найти красиво попросил тоже ему там делал запекал и он такой вид такой вариант можно сделать что надо бит рыбы чтоб висела подвешенная это да где-то на хорошо будет запекаться то есть не обгорать ничего и вот и знаете-ка с крючками вот такими вот сюда вот я за хвосты подвешиваю я сейчас буду показать потом сейчас я показываю заряжу печку вот такой кажется немножко неказистое единственно что когда снимаешь хвосты обрывается потому что проволочки такие закладываю фонарик возьму вот у нас попутно помидорчики два ветра лена барабаштера угостила вот георгия николаевича николай георгиевич вот и одно ведро у наших помидоров я обычно кладу два полена вот так вот сюда беру газету накладываю с и Ibiza маленькие поляенцы поперек хвост net здесь오是 я просто никола не переверну brightest поддержкой что-то я маленькой не взял Колодцем укладываешь? Да, колодцем, да. Это русская печь называется. Русская печь, да. Флеб пекут ней. Рыбу для хоть что угодно можно сделать. При желании. Сушит, грибы сушит. В русской печи. Так, что получается? Раз, два, три, четыре. Так, восемь. Одиннадцать. Ну, примерно, полежка в двенадцать я вот. Где-то хватает, в принципе. Чтобы жар нагнать. На рыбке. Буду запекать пару партий, так что, чтобы жар побольше было. Брат, благослови. Господи Иисусе Христе, Сына Божий, благослови. Все, открываем верхнюю вишку. Это вот у нас летняя все время открыта. Сейчас я ее могу закрыть. Она не нужна. А это зимний вариант. Почти не пользуемся. Эти кислички. Отключаю. Все. Для безопасности вот это оставить. Какие все искры полетят, чтобы там и оставались. Все. Сейчас процесс продолжается. Так. Уже сидит. Клиент у нас ждет с белой. Это не для тебя. Иди. Ты получишь свое время. Ладно бы еще мышей бы ловил, а то черная ловит, а он еще у нее и забирает потом. Чернышка пришла. Она вот самая наша ловливая кошечка. Мышей каждый день ловит. Ну да. Всяких разных. Небольшие и маленькие. Сейчас я выводу. Вот так вот. Все. Сейчас беру вот так вот и прокалываю просто ее. Так, что-то я тут не прямо подвешу. Как говорят импровизированно. А, что-то я с краю сделал тут. Вот так. Торвится. Теперь, если кто-то делал, может быть все сделал лучше. Орибка еще пока до конца не растаяла еще. Холодноватое все. Дружина. Торвится. Все. Торвится. И вот. Дрова потрескивает. Вчера интересно, с одной сестрой рассуждали вечером. Вот она говорит, я когда домой иду, говорит, все время гитарапрусси. Мне все время говорят там, ну, с верстницы, с работы там. Зачем ты, говорит, торопишься домой, у тебя же детей ничего нет. Я говорю, я точно так же говорю, когда с работы аж бегом бегу домой. Кажется, казалось бы тоже, что семейки свои нету. А у Серахова написано в 32 главе, что поспешай домой. Нигде не останавливайся и поспешай домой. Я всегда быстрым шагом домой иду. И еще у Серахова там, сейчас я точно главу не помню, тоже в 10-й шторе сказано, что не ходи по пустынным улицам города. Просто так человек бывает, бродит, ходит. Писание говорит, не ходи. Без дела. Потому что и все-таки опасность в наше время. Люди разные попадаются. С молитвой раз и быстренько домой. Да-да, это не для вас, коты. Это для человека. Для них у меня, для котов, другая еда. Я ей голову отвариваю, красивые. Делаю с манной кашей. И еще молочка добавляю, если есть в молоко. Что-то тут рыбка небольшая попалась. Такие маленькие. Ну, ты пустую пропустил. Вот. Ну, и все, где пропустил? Нет? Ну, нет. Все, все надето. Все. Пускай ждет свое часа. Сейчас главное контролировать, чтобы коты не утащили. Вот тут у нас. Вот он горит. Все. Сейчас можно подвинуть. Сейчас они тебе просто. Вот разгорелся. У нас тут все. Кажется по описанию. У нас и рыба, и сотовый мед. Вот. Вот тоже есть. У нас. Батушка угостила. Тут два брата приезжали. Георгий и Михаил. Вот они помогли достать сотый лишний, которые там были. Пчелок. Все. Я беру обычно. Кто горит окучник, кто горит стяпка. Туда сдвигаю. Подальше. Ну и все. А там уже потом покажем закладку самой рыбы, как это происходит. Все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот мы продолжаем. Уже у нас прогорело. Уже угли вообще-то. Ну еще угли совсем не появились, но уже появились. У тебя сейчас... Как бы пропеченная рыбка была бы. Именно не только пропеченная, а подымленная. Ну в сторонку, если ее поставить. В сторонку. Как бы было горячее ухождение, да? Нет, нет, нет. Туда дальше, в угол ее загнать, если. Нет, не надо. Не хочешь? Нет. О, лишнюю машину. Все. Это я сейчас убираю. Так. Потом убираем в сторонку пока. Потому что тут жара много. Наша рыба не сгорела. А это тяпкой загони в угол тяпкой. Да, да. Сейчас уберу. Я могу полностью убрать его сюда, в стопку, но будет второй у меня доход. Нет, в угол. В угол. Куда ты ее на себя-то? А сюда. А потом оттуда вытаскивать тяжело будет. Нет, вытаскивать не буду. Зачем вытаскивать? Ну, после того, как вторую партию сделаю, я ее вытащу. Сейчас разделим. Главное, чтобы еще не было огня рядом. Иначе она сгорит. Только трубы будут сбиться к огню. Немножко левее поставишь свою конструкцию с рыбой. Все. Так, давайте. Так, здесь. Ну, приблизительно вот так вот. Все. Все. Все закрываем. Ну, и минут на 40, наверное. Потом, через какое-то время, просто повернешь другим боком к углям. Да, затем. Здесь же тоже угли есть. Еще и поворосили. Да, и там есть. Я оставил на полчаса, но оказалось, где-то маловато. Немножко влажноватые. Так что минут на 40 сейчас поставлю, и потом покажем результат. Ну, все. Ну, все. Все это происходит. Утром. У нас сейчас время пол седьмого утра. Ну, это, я, я хочу сказать, не по времени. Этому же никто не учил и не учили. И нигде не читали. Ну, как запекать. Все это происходит. Происходит, ну, не то, что спонтанно. А происходит творческий. О, слово творческий. Творческий. Да, да, да. Это тоже творческий. Повар – это не просто так. А, повар. А, это. Нет. Человек творчески подходит. Если он будет подходить с любовью, будет подходить и продумывать каждый шаг, и мысль свою хорошую не будет отбрасывать в сторону, тогда и будет хороший результат. Вот так. Спасибо, Христос. Слава Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Все, сейчас будем доставать карасу. Вот. Николай Георгиевич нарезает. Салат. Твощка чайная. Помидоры. Это ведерки. Вот как теперь рыба. Ну-ка. Не видать. Вон он. Ооо. Видите. Ну что? Вот так как надо, а то сгорело пойдет. В русскую печь залазит. Такие он надо. Порой говорит, надо и все уже все. Видишь, какой это подсказал Георгий Пахмутов. Надо говорит, так что подвешивать. Ну я какой тут мастер-то? Ну вот такую сделал. Что за нее цепляет. Она стоит не на противне, а вот так вот. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Пиши тринадцать. Так, ну все. Ну все нормально. Доставать надо сейчас. Можно снимать, чашку закладывать и нести на стол. Да. Сегодня у нас, наверное, 23 сентября 2023 года. Да. Два раза двадцать три. Что здесь у нас? Сотовый мед. Все просят показать, как мы ужинаем. Да почти так же, как утром. Как и завтракаем. Да. На перчатки надел Владимир Александрович Пащенко. И вот смотри, как снимает рыбу. Она единственно прикипает к этой, к проволоке, к алюминиевой. Ну, значит, подумать, как я загнул. Может так сильно загибать не надо? Нет, не в этом причина. Она прикипает, прикипает. А если по-другому она падать будет? Нет, я говорю, она прикипает, прикипает к проволоку. Да. Ну, не слышу. Она... Сейчас попробуем. Видите, она вот не снимается. Все. Ее только обрывают. Можно отрывать и вторую полынку рядом ложить. Ничего тут такого нет. Что-то я буду тут делить. Кох кошкам дам. Я уже сказал, вот она бегает рядом уже. Она уже знает, что сегодня суббота. Ой, ой. Беломорденькая. Ну да, там все-таки эти очищать в другой раз не наденешь. Вот. Это не за деньги купленная рыба своя. Господь как благословил, избрал рыбаков. И они рыбу ловили. Даже после воскресенья, говорит, я иду ловить рыбу. И мы с тобой. А там и встреча с Господом. И как он на костре, когда подошли на костре рыба. Как это на костре? На костре она сгорела бы. Но имеется в виду, видимо, там костер делали, обложенный камнями и на камнях. Ну вот как вот южные народы. Они, как бывают колодцы, делают из камня. Там разжигают. А как они оттуда вытаскивают мусор? Тоже непонятно. И он лепешки эти лепит на края у нее. А потом срывается. Так интересно. А у нас не так. Специальная есть форма. Вот она какая. Сегодня суббота. Разрешается рыба. Вот она так. Вот посмотрим. Вот как бы, чтобы сигнал из печки был. Пора. По времени. Ну давай. Тащи. Ну вот на стол. Застой. Все. Вот она как. Давайте. Это очень хорошая рыба. Сейчас вторую партию еще надо запустить сразу. Давай сразу. Сейчас сцепляй. Неси. сцепляй. Это вообще здорово. Видите как вот. Капуста режется. Лук. А у нас сделали так. только. Лук. Помидоры. Масло и соль. Сцепляй. Ну-ка давай. Может их маленько разогнуть надо? Нет. Ну смотри. Я-то взял так. На ощупь, как говорят. Где-то если будет она выскакивать, проволока алюминиевая там привязать и все. Сильно прикипает конечно. Не отдерешь сразу. Покажи-ка рыбу какая у тебя. Вот так. Это карась. Вот он ее насаживает. Это два обраща и между ними твердая железная проволока. Вот так. Я потом крючки я навешал и все. Это моя работа. Батюшка говорит. Я бы я не делал, он узнает мою работу. Разогни сильно. Ну куда такую страсть. Все как надо. Но в конце вертушку сделаю. Просто прибью палочку и все. Ой. Хватается за хвост. Хватается за хвост. О, крутится. О, пришел хозяин. Он сколько весит так вот? Ну пять килограмм в том году весит. Шесть килограмм? Пять. Пять. Пять килограмм. Вот какой. Она околонива вьется. Она вчера. Вот свободно у нее отнимает все надо. Она вчера большую мышь принесла. Смотрел. Он уже лопает. Все уже. Забрал у него. Вот она ловит мышки. Хоть. Ну как. Я у нас эстонец работал на корабле. Он говорит у нас правило такое. Если два ребенка то муж еще имеет право не работать. Но если три ребенка обязан пойти работать. Вот насколько это достоверно я не знаю. Эстонцы. Вот в армии были эстонцы. Белатыши, литовцы мне очень нравились. Ну не потому что они высокого роста так выглядят. А работяги. И поэтому куда поехать после армии то когда стали зажимать то. У меня выбор был. Были с юга. Ну там другие они. Моя твоя не понимаю их. Ну и с ними обращались так же. Туркмены, таджики, узбеки. Очень ленивые были. Морфлот. Но так как у них теперь без козырка. И она полосатая это матроска. Так они уж радовались как их дома встретят. А работать ничего не хотели. Снег кидать. Моя твоя не понимай. Но они интересно показывали. Когда давали свяное сало. А обязательно взять. Он рукав натянет там. Ну у шинели то. Ну на шинели ему положат. Он выходит только откуда со склада. И сбрасывает в снег. А русские сразу хватают. Ну чего же не брать то. Сало. Видишь как. Переворачивать не надо. Она говорит одинаково будет выйти. Тут еще две то. Надеюсь. У тебя хватит еще. Сейчас потом посчитаешь сколько. А ты вот как за хвост чтобы вниз шире было. Вот так. Вот он еще. Ну да. Вывернуть его надо. А ее закинуть за эту. Ну-ка посчитай сколько. Начнем с этого. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одинадцать. Двенадцать. 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 А там было тринадцать. Ну все. Так. А светильник помой руки. И как будешь ставить. А этот сидит рядом ждет. Он со стороны то его не видать. Какой он вырос. Ну зима то будет сидеть под полом. Там трапезная у нас. С этой с кошечкой. Она уже здесь сколько? Два раза закатилась? Да. А те у нас две. Ни одна не окатилась. Интересно. Ни паля, ни черная. Так. Ну все. Давай. Так. Надеюсь. Сколько время то не известно? Пятнадцать минут восьмого. Тринадцать минут восьмого. Пятнадцать. Пятнадцать. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас посмотрю. Ну да. вот эта печка русская вот у меня как здесь задвижки 3 задвижки это моя работа как шариков говорил толоконников владимир играете собачье сердце булгакова михаила афанасьевича ну и все закрывай вот она как печку последний раз заплыли это угли в сторону а это да 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 ну ладно закрывай а здесь маленькая огонь дай мне одну вверху отодвинь это суп греет вот она где огнеупорники вот это все фляги вода свой колодец рядом но здесь уже техника это как назвать комбайн какой-то тут все греет вот холодильники холодильники большие их маленькие у тебя холодильника на на 3 до 4 два холодильника и 3 морозилки а вон как разница между этим а этот на русскую печь лазить там разогревает там чтобы заквашивать так как еще висит сушится то дождь протекал а что тут звук свежий редиска как все есть пошел я туда эту комнату но утром рано господь дает нам уже вот ваш холодец вот так компот тут кисель какой то а это вот пахмутов вот ваш холодец сейчас о полная это с чешуи холодец из чешуи этот холодец такой из-за чешуи чешуи это да вот георгий варишь там брат георгий пахмутов пахмутов георгий ел вот оно как это вот еще ягода каренда осталось ну мне на положи я повем да в гости могу взять с собой даже туда ну что молиться будем да давайте за стол видите за стол уже заранее тут и лук перец пожалуйста растительное масло подвиньте смотрите у вас как всегда это за край почему так делаете когда там свободное место вот так сколько мы взбиваем арбузы еще свои подлежат холодильник ну сколько он раз два три четыре метровый метр и ширину два три шестьдесят сантиметров это холодильник настоящий вот николай георгий себе сделал хреновину вот это вон как с креном помидоры да помидоры понятно ну все можем все выключаем те вон часто ждет с Ub любим